Друзья, всем привет! Сегодня на канале будет немного другой формат, сегодня будет подкаст. Сегодня вы получите очень много ответов на вопросы, связанные с покупкой, выбором, поиском поддержанного автомобиля. Итак, на многие вопросы, которые вы мне присылаете в комментариях, я в принципе сам знаю ответ. В той или иной степени я достаточно серьезно связан с автомобилями, сам иногда помогаю подбирать, но тем не менее я не профессиональный автоподборщик, соответственно я не являюсь таким хорошим экспертом в этой области. Да, я что-то знаю, много что-то знаю, но не настолько, как это знает эксперт, который занимается этим постоянно и по несколько автомобилей в день. Перед тем, как записывать данный подкаст, я спрашиваю у вас вопросы, что вам интересно по данной тематике. И практически все эти вопросы я учел. Их получилось около 40, а то и 50. В общем, запасайтесь чаем, кофем и мы начинаем. Итак, давайте для начала познакомимся. Прошу любить и жаловать. Антон Рагимов. Автомобильный эксперт по подбору автомобилей, который в этой сфере работает достаточно давно. И он сегодня нам поможет ответить на многие вопросы, которые вы задавали в вопросе. Антон, ну для начала расскажи немного о себе. Насколько давно ты занимаешься подбором автомобилей и насколько давно ты в этой сфере? Всем привет, дорогие зрители. Занимаюсь автоподбором уже с 2015 года. В целом в сфере автомобильного бизнеса автомобилей с 2010 года. На данный момент могу сказать, что мы сделали счастливыми обладателями автомобилей уже более тысячи человек. Хорошая цифра. Понятно. Смотри, Антон, какая у нас задача? У нас сегодня задача подписчикам канала максимально ответить на вопросы. Ну, допустим, захотел начинающий водитель, который недавно получил права, купить автомобиль. Естественно, у него возникает куча вопросов. Как смотреть? Где искать? Самому ли это делать? Ну, и чтобы у подписчиков канала сложилась какая-то общая картина, какая сейчас обстановка на рынке и так далее. Ну, и, собственно, самый первый вопрос, я думаю, с чего нужно начать. Какая сейчас, в общем, обстановка на рынке бушных, естественно, автомобилей, потому что мы будем говорить про поддержанные автомобили. Что по стоимости? Какой выбор? Какие в основном модели? Какая вообще обстановка сейчас на рынке? Вопрос хороший, на самом деле. Все, я думаю, мы помним, что в нашей стране, скажем, были определенные обстоятельства в начале 2022 года. Вот как раз-таки в связи с этими обстоятельствами начался и дефицит автомобилей, и серьезный рост цен. То есть, касаемо роста цен, по предварительным прогнозам он будет вплоть до весны 2024 года. То есть, здесь в целом и финансово-экономическая ситуация в стране и мире влияет, курс валюты, плюс достаточно серьезные проблемы на текущий момент с импортом и экспортом автомобилей в целом. И на сколько в среднем подорожание? На данный момент порядка уже 20, а где-то местами и до 30%. То есть, это и говоря про новые, и говоря про БУ, и в том числе про какие-то конкретные марки. Ну, а пример можно поставить? Последние там автомобили. Какого было года и какая стоимость? Чисто для примера. Из крайнего подбора обратилась девушка, у нее ограничен достаточный бюджет был, в рамках 650 тысяч рублей, подобрали Ford Focus трехдверный на механике с пробегом, если не ошибаюсь, в районе 140-150 тысяч километров. То есть, машина 2010 года. 2010, все, это получается, насколько я не скажу, что помню, но мне кажется, в 2010 году она новой стоила столько же. Вот такие вот, да, друзья, подорожания на самом деле. Ну, а еще для примера. 975 тысяч стоил Hyundai Solaris 2011 года. Машина на автомате, три крашенных элемента буквально, ну, просто вторичный окрас, ничего серьезного. Два собственника машины. То есть, ну, на данный момент это рыночная цена автомобиля. Хотя еще год назад эти автомобили были, ну, образно говоря, на 100 тысяч дешевле. Ну, то есть, получается, это все массово, да, не то, что это единичные варианты, и особо дешевле ты ничего не найдешь. Дешевле тут искать и не получится, потому что тенденция только вверх, вверх и вверх. Потому что машины за всю историю еще ни разу не дешевели. Они бывало такое, что могли остановиться в своей планке цены, но все равно пойти вверх потом. Сейчас это просто, опять же, в связи с ситуацией, скажем так, дефицита машин, цена будет расти дальше. Ну, к слову сказать, я буквально недавно, ну, все знают, кто следит за аккаунтом, в июле поменял машину и продал свой Volkswagen Polo конец 2018 года для сравнения за миллион двести семьдесят. Хорошая комплектация, ну, был там небольшой удар назад, ну, состояние хорошее. Я к чему, что покупал я эту машину, точно помню, в конце 2018 года за девятьсот двадцать одну тысячу. Совершенно верно. А здесь миллион триста, и то мне, когда продал ее, просто с человеком договорился, и когда я уже ждал сделки, около месяца, люди так, к слову, узнавали, говорят, слушай, давайте я куплю за пятьдесят тысяч дороже, за миллион четыреста. То есть потом люди многие говорили, слушай, да мы там такую же машину купили там пятнадцатый год за такие деньги. А как по выбору? Велик ли выбор? Это же в Москве в основном, да, подбирать? Да, да. Мы работаем в локации Москвы и Московской области, то есть, ну, в рамках там до пятидесятики, от МКАДа, как правило. Выбор сейчас тоже, на самом деле, ограничен, поскольку кто-то избирает. По отношению те же годы два назад до вот этой так называемой СВО, да? Выбор стал меньше. В зависимости, конечно, от бюджета, но, объективно говоря, выбор скупой на данный момент. Сейчас, как правило, спрос гораздо выше, раза в три, чем предложение, да, в рынке. Изменилось ли, скажем, наименование, то есть, например, года два-три назад, там, ну, есть там Рено основное, я знаю, что это машина одна из таких, востребованы, да, для нашего региона. Изменился ли список автомобилей, которые сейчас были на рынке и сейчас, то есть, дефицитные, скажем, машины? Дефицитность автомобилей в целом, она увеличилась по отношению даже два года назад. Это, можно опять же, объективно сказать, касается почти каждой марки и модели. Но при этом все, у нас в стране появилось очень много автомобилей китайского производства. Да, это заметно. То есть, прямо на дорогах это уже видно и в автосервисах тоже. Как сам вообще относишься к китайским автомобилям? Ты же общаешься с людьми. Общаюсь. Они покупают бушные, кто-то покупает. Я просто попозже могу сказать свое мнение, у меня просто у самого два китайских автомобиля. Вот, как вообще сам относишься? Мое мнение такое, что, конечно, китаец хорош пока он новый. Это первое пока он на гарантии. Ну, касаемо надежности автомобилей, ведь мы пока все толком не знаем. Особенно же новых много, да? То есть, они еще себя, получается, не показали. Совершенно верно. То есть, это будет видно, то есть, помимо наших додумываний каких-то, будет видно только через год, через два хотя бы. Согласен. Ну, мне пока нравится. Я с июля месяца на Коврей. Жили уже почти три года ХВЛ-5. Ну, да, были какие-то косячки. Вот, но они были у меня и на немце, Volkswagen Polo, когда я купил. Там тоже свои болячки есть. На каждой машине есть свои болячки. Один из самых распространенных вопросов среди моих подписчиков. За какую сумму вот сейчас можно купить более-менее живой автомобиль? Сразу давай поясню, что, ребят, более-менее живой автомобиль, мы будем подразумевать, это не тот, который завелся и сам едет, да? Для многих это уже живая машина, но она же как бы едет, да? А именно все-таки, чтобы мы ездили на машине, а не она на нас. Относительно надежная машина, чтобы соответствовала цена-качество. Вот примерно сколько сейчас нужно денег новичку для того, чтобы найти такую машину? Минимальная, наверное, планка на данный момент в рынке, это что-то в диапазоне 600-700 тысяч рублей. То есть это вот входной бюджет. Ну, естественно, и выше, уже по запросам комфорта и класса автомобиля. То есть здесь, да, это самое минимальное. Частный вопрос, он мне задают на каждом прямом эфире, можно ли там за 200 тысяч купить хорошую машину? Нет, к сожалению, нет. Как бы нам этого, правда, не хотелось, помочь людям с такими запросами, самим просто, ну, бывают разные ситуации в жизни, там, необходимо купить такую машину, лучше обратиться, допустим, за помощью в кредитовании, как минимум. Ну, или вообще просто не рассматривать покупку. Мне просто часто приходят сообщения, типа, вот вы говорите, я, в принципе, так же и говорю по мнению, да, моему, что раньше это было 500 тысяч, можно было что-то найти живое, даже 450 там, да, 400. Сейчас это уже от 700-800, я бы даже говорил, около миллиона. Да. Плюс-минус, да, а там зависимости уже, может быть, знакомые, может быть, там, какие-то моменты. Какие расходы ждут новичка, особенно, когда он покупает первую машину, помимо стоимости самой машины? При покупке автомобиля всегда нужно оставить себе, опять же, вот этот диапазон в виде бюджета. Именно обязательный, да? Обязательный, это, в любом случае, страхование автомобиля, да, при покупке, это прохождение техосмотра, то есть, получение диагностической карты, это обязательном порядке, мы говорим, это каждому заказчику, каждому клиенту, замена масла в двигателе. Ну, то есть, ты ушку? Да, ну, ТО, то есть, возможно, при покупке будут еще какие-то моменты по обслуживанию. Здесь рассчитывать, я думаю, от 25 тысяч до 50, в зависимости уже по каждой машине индивидуально. Так что, да, друзья, имейте это в виду, есть у вас определенная сумма, сделайте минус 30-50 тысяч, потому что я по своему опыту тоже могу сказать, когда человек собирается продавать машину, редко он продолжает вкладывать в нее деньги. Чаще всего, он там, надо поменять какую-то запчасть, он говорит, а зачем, я же буду продавать. Сейчас, я так понимаю, автомат преобладает по спросу, вот обращаются клиенты, например, 100 человек, в процентном соотношении, сколько просят автомат, а сколько механику найти? Или вот есть категории, которым не принципиально вообще? Здесь можно, как сказать, опять же, как есть, да, большую часть, конечно, выбирают клиенты автомата. То есть, просят, да, просят подобрать автомат, это процентов 70 покупателей. Процентов 20 готовы нисходительно как-то, да, выбрать между автоматом или механикой. Между живая машина была. Да, ну, просто ездить, потому что кто-то обучался на механике, но при этом получил права и на механику, и на автомат, и готов, в принципе, и на том, и на том перелегаться. Ну, и оставшиеся 10% это механика, любители классики, скажем так. А стоимости сильно отличаются? Ну, допустим, мы берем какая-нибудь Kia Rio, там, 7-летняя, 10-летняя за миллион, грубо говоря, да? Вот если миллион будет стоить механика, мы берем примерно одинаковый живой автомобиль, одинаковая комплектация, разница только коробка автомат, а в этой коробке механика. Вот примерно разница в цене, насколько будет отличаться? Я думаю, также в процентном соотношении, если говорить, то порядка 10%, плюс-минус. То есть 100 тысяч примерно будет отличаться? Ну, около того, да. Вопрос следующий. Новички к тебе же обращаются, начинающие водители. Да, сразу видно. А какие они просят в основном машины? Я так понимаю, они просят более бюджетные? Тут, Сергей, наверное, больше можно сказать не про сами марки и модели, а чуть-чуть в другом формате, что для новичка, как правило, не хочется возиться в автосервисах. Ну, в принципе, никому не хочется, но особенно новичку, чтобы машина стояла в сервисе или она постоянно ломалась. То есть этот автомобиль должен быть максимально практичен и надежен. Это, как правило, конечно, у нас приоритет идет японско-корейский рынок автомобилей на данный момент. Ну, а по моделям конкретно? Если говорить о моделях, то Kia, Hyundai, Nissan, Mitsubishi. То есть это что-то вот в этом роде. Ну, можно, конечно, рассматривать, опять же, различные другие там и американского производства автомобилей. Рыношки как сейчас? Тот же Логан, Строфо и Казахстер. Рено в целом тоже французы. Потому что я могу от себя сказать, рынок немного отличается и сброс в зависимости от города. Из отечественного парка, вот сейчас что посоветуешь? Машины сейчас наши, как по качеству? По отношению там 5 или 10 лет хотя бы назад? 10 хотя бы. Вот в контексте этого вопроса можно сказать, что, конечно, они стали лучше по качеству, более оснащенные, в том числе обработка кузова где-то добавилась, где-то вообще в целом стало больше работы на качество, да, то есть уже автономия самого производства автомобилей. Мы, к сожалению, не подбираем советские автомобили. А, не занимаются? Нет, мы не подбираем. Даже современными там, новыми, да? Да, даже новыми, потому что очень большой пул работы предстоит сделать. И, как правило, там, извиняюсь, много автохлама, да, то есть очень сложно работать с таким запросом. Проще человеку, ну, в том числе, кстати, забыл сказать, что советские машины наши, российские, отечественные, они также плохо растут в цене, в отличие от иномарок. Ну, то есть если она стоит миллион, то через год она будет стоить? Ну, не так сильно она поднимется в цене, то есть в отличие от того же корейца или японца. Но, тем не менее, если что-то выбирать из отечественного, рассматривал бы сам вообще советую какую-нибудь отечественную машину для себя? Нет, даже бы не стал рассматривать. По этой причине как раз мы и не подбираем тоже, потому что у нас, как бы, в нашей компании, да, там, подбирай как для себя. Мнения, они сейчас однозначно разделятся. Кто-то будет спорить, особенно владельцы этих машин. Я согласен тоже с тем, что в последние годы качество наших автомобилей, оно заметно улучшилось по сравнению там со старыми там девятками, там приорами, да, пятнашками, это, конечно. Но, учитывая их стоимость, даже сейчас вроде бы санкции, санкции, понятно, что какие-то комплектующие в этих машинах, они же тоже неотечественные, да, поэтому они тоже дорожают. Но, тем не менее, вроде бы санкции не должны касаться, но, тем не менее, они растут в цене практически так же, как и другие. И вот у меня, как оно осталось, скажем, отношение к нашим машинам, оно и не изменилось, как бы. Я бы тоже не рассматривал, не потому, что они, скажем, плохие сейчас, да, а, ну, как-то вот, не знаю, стоит, два миллиона есть, будет стоять Лада Веста, как бы мне их не хвалили. И вот тот же китайец, который взял новый, и та будет новый, я выберу, наверное, китайца. Многие люди пригоняют в последнее время автомобили с Японии, с Кореи, с Дальнего Востока. Вот как это сейчас развито, как развивается? Это, правда, на самом деле, очень развитая сейчас индустрия пригона автомобилей, поскольку у самих дилеров по продаже автомобилей, официальных дилеров любых различных марок с этим сложности. То есть, как правило, это какие-то, так называемые, серые каналы по привозу машин. И, собственно, у нас оживилась в стране ситуация, где появились пригонщики автомобилей, которые пригоняют, продают. Ну, здесь очень большая, скажем так, очень много нюансов при привозе самостоятельного автомобиля, даже при заказе у кого-то, то есть нужно тоже быть подготовленным. Растаможка, и вот сейчас крайнее время самый такой прям острый момент – это утилизационный сбор, по факту которого был и подъем цен, в том числе, с 1 августа. То есть вышел закон, и выросли цены на автомобили. То есть люди пользуются, спрос растет? Да. Какие-то гарантии дают вот эти организации, которые обещают пригнать автомобиль, что это будет гораздо дешевле? Или можно как-то обжечься? Там были случаи, когда в практике в твоей, что ты слышал, или сам знаешь, что про лично, когда люди там, например, воплотили что-то, их просто кидали там. Это в любом случае будет и будет происходить, к сожалению. Многие покупатели, учитывая эту ситуацию, опять же, что новая машина в автосалоне, она дорогая, он намерен, грубо говоря, пригнать себе дешевле ее и приобрести, и, как бы, скажем, простым человеческим языком, жадность может погубить. Поэтому бывало, да, что люди отправляли деньги в другую страну абсолютно, ну, фактически незнакомому человеку под какие-то, ну, собственно, бумажки, фелькину грамоту. Ну, и, собственно, оставались ни с чем. Опять же, разные компании по-разному работают. Тут невозможно сказать конкретно про кого. Следующий вопрос. Человек захотел купить автомобиль. Есть, наверное, определенный минимум, не посмотрев, в который просто нельзя купить машину. То есть, какие обязательные моменты нужно проверить в поддержанном автомобиле перед покупкой? Первое, наверное, самое основное, это все-таки, да, юридическая частота автомобиля. Что в нее входит, это проверить автомобиль на наличие кредита, то есть, возможно, он в залоге находится, или в лизинге, или в автоломбарде. То есть, это все проверить. Проверить также, соответственно, автомобиль на розыск, на угон. Да, совершенно верно. Также, естественно, из самого основного и важного, без чего нельзя купить машину, это, собственно, техническая составляющая. Это двигатель, коробка, подвеска, собственно, все электросистемы. Ну, это уже дополнительно, конечно, там электросистема. Ну, то есть, в общем, проверить автомобиль. Проверить автомобиль, в том числе, проверить, естественно, геометрию кузова, окрашенные элементы. Это, возможно, вторичный вопрос, но для кого-то и важный. Но для нас, допустим, также важно проверить, помимо этого, системы безопасности, то есть, силовую конструкцию. То есть, получается, в обязательном порядке нужно две вещи. Это юридический момент посмотреть, да, чтобы не было залогов, там, кредитов, там, и так далее, и техническое состояние. Да. Один из важных вопросов, с чего начать, с чего начать поиски автомобиля? Что нужно сделать перед тем, как искать? Первое, это нужно определиться, для чего автомобиль, как он хотя бы примерно, для каких целей нужен, то есть, в каком кузове, образно говоря, внедорожник или хэтчбэк, седан, что нужно от автомобиля, какие цели, преследуются, механика, автомат, какой привод нужен, ну, и далее уже, там, по интересам. И, естественно, определить, опять же, бюджет. То есть, в каком бюджете, в максимальном, желательно, вы планируете купить автомобиль. Ну, и, конечно же, определиться самостоятельно, будет человек покупать машину, или с помощью эксперта. То есть, поиски, выборы? Да, да. То есть, или самостоятельно уже изучать этот процесс, углубляться, посвящать этому время. Хорошо, тут сразу тогда назревает вопрос, а какие есть варианты? Тут сам я буду искать, а я, например, не хочу разбираться, там же можно много подводных камней. Да. Мы слышим периодически такие слова, перекубы, мы слышим слова, автоподбор, мы слышим слова, автосалон. Какие есть варианты, и какие у них плюсы-минусы, в чем вообще это все отличается? Кому обращаться, если у человека нет знакомых? Ну, при этом мы всегда должны понимать, все-таки объективно, опять же говоря, задача автосалона заработать на продаже автомобиля. Заработать, в смысле, он какие-то допы накручивает или что? В том-то и дело, да. То есть, в автосалонах, там, опять же, не говоря о каком-то конкретном салоне, доп. услуги от банков, если в кредит покупаешь, это доп. услуги салона, какие-то продукты. То есть, задача продавать их тоже активно сейчас стоит. Говоря о перекупщиках, тоже, конечно, такое есть, но, как говорится, перекупщик – перекупщик урозен. То есть, есть и хорошие, достойные люди, качественные машины берут, да. Почему так многие боятся? Некоторые даже, когда машину продают, они говорят, типа, перекупок не беспокоит. Почему так? Человек боится перекупок? Я бы сказал, наверное, это больше такой устаревший, миф уже, скажем, ну, было так, да, что раньше перекупы, наверное, все-таки занимаюсь по большей части такими какими-то машинами, там, назову, скажем так, кривыми, плохими, там, какие-то лампы, которые ломались прям сразу после покупки. Сейчас же опять есть, ну, достаточно, это уже развивается индустрия, и они называют себя перепродавцы. То есть, уже от слова перекуп даже уже уходят. То есть, частные перепродавцы просто. Мне кажется, еще, знаешь, мое мнение такое, что раньше было большинство участников продавали. Я заставил на времена, когда у меня даже в городе на ЦСКА был авторынок, по субботам туда приезжает там дядьки, продают машины, нализы, а потом начали появляться перекупы. Раньше их особо-то не было, никуда начается. Поэтому, мне кажется, вот их не взлюбили изначально, что раз частник продает, даже некоторые там перекупы не беспокоят только частники, что вот перекупы, это значит сразу обман. Там, человек купил за 200 тысяч машину, загнал ее там, сделал косметический ремонт, накрасил губки, побыл, химическое, продает там за 400, это хлам там новичку. Бывают же разводы различные, кидал в этой сфере, когда человек захотел искать поддержанный автомобиль, какие существуют разводы, чтобы вот подписчикам канала на это не попасться. Один из основных все-таки моментов это автомобиль, который не стоит своих денег. То есть, продавцы выставляют цену на машину, слишком большую цену, учитывая, что приедут некомпетентные люди, которые, грубо говоря, не разбираются в машинах, не смогут определить техническое состояние, не смогут посмотреть кузов и проверить юридически. И продавец на этом сыграет. Ну, а конкретные какие-то есть разводы? Чего нужно опасаться, чего делать нельзя? Да, есть масса, на самом деле масса. Это тема, наверное, без конца и края, потому что, скажем так, хватает сейчас всего, кто на что гораст. Ну, озвучу основные. То есть, это первое, допустим, то, что по предоплате бывает частый вопрос. Человек выставил какую-то прям очень сладкую цену, супер низкую, то есть, по началу рынка машина выглядит прекрасно, он берет трубку, любезный, и набирает с каждого звонящего предоплаты, грубо говоря. То есть, предоплаты ни в коем случае не стоит оставлять, пока вы машину не увидели, не увидели, покупатель, продавца точнее, ну и, соответственно, не проверили этот автомобиль. Вот только после этого можно оставлять предоплату. кто-то делает этот развод, он заранее понимает, что он заинтересует, ну так пусть бронолом стоит табилен, а тут продают за 700 и описывают сладким, так, да, что как-то не крашен, не бит, один хозяин, естественно, человек звонит, и что ему говорят, типа, просто нужно сделать предоплату? Ну, как правило, ему говорят, что, образно говоря, ко мне сейчас едут еще двое людей, вот там, из разных городов или там, из разных районов, вы можете не успеть, то есть, играем, кто первые даст деньги, тот и купит, соответственно, ну, если хотите, оставьте предоплату, образно говоря, человек, естественно, говорит, конечно, там, какая предоплата, ну, там, 10-30 тысяч человек высылает, ну, и все, собственно, это, и как я понимаю, через несколько часов этот номер недоступен? Абсолютно верно, и объявления нету, и номер недоступен. Так, что еще? Еще есть важный, тоже, развод, который абсолютно часто сейчас встречается, мы с этим сами сталкиваемся в работе, это, так называемый, поддельный ВИН-код, идентификационный номер автомобиля, который выставляют в базы, продавая свой автомобиль, данный ВИН-код выставляется от другого автомобиля, то есть, от такой же марки, такого же цвета, такой же модели, с таким же данными. То есть, получается, я ищу машину, ты, допустим, машине мне присылаешь ВИН-код несоответствующей машине, я его пробиваю, там все красиво, и говорю, я тебе машину покупаю, но когда же я приеду на сделку, я же буду сверять его на код, и даю. Вот, многие, как раз таки, даже не смотрят на это, потому что, они открыли базу, по которой проверили автомобиль, увидели, что там нет ДТП, оригинальный пробег. они не смотрят, не сверяют ВИН при сделке? Да, бывает и такое часто, что ВИН сверять могут, опять же, не с базой, в которой проверили автомобиль, то есть, это такие платные базы, в принципе, общего доступа. Тут уже человек другой психологией пользуется, покупатель обычный, да, он смотрит ВИН-код в документах и ВИН-код на автомобиле, они-то совпадают, но в базе указан, в которой человек проверил, совершенно другой ВИН-код. При ситуации, когда продавец выставил машину на продажу на сайт, сам сайт у него запрашивает документы на автомобиль, и там он указывает как раз-таки документы от другого, совершенно другого автомобиля, то есть, ну, такой же марки модели, такого же года, и выставляется, да, абсолютно, вот такая же машина, тоже в белом цвете, тоже там, 2010 года, образно говоря, ее выставляет под другим ВИН-кодом. и, соответственно, человек, когда нажимает кнопку купить отчет по автомобилю, он нажал кнопку, купил отчет, и в этом отчете все прекрасно, вопросов к автомобилю нет. И счастливо едет на сделку? Да, счастливо едет на сделку, приехав, пройдя вокруг автомобиля, он понимает, что все хорошо, машина вроде бы завелась, сел, покрутил руль, 10 тысяч ему уступили, и он уехал. А еще какие разводы на практике попадают? На практике встречаются автомобили с, допустим, перебитыми тем же ВИН-кодом автомобиля, то есть, да, это идентификационный номер машины, который из завода производителя, ее, скажем так, отличает от других. Вот, это тоже был следующий вопрос, что какой ВИН, а многие смотрят, и понимают, что такое ВИН-номер. Да, ВИН-номер, это, то есть, у каждого автомобиля свой индивидуальный номер, который дается с завода. То есть, так, и перебивает, если он выбит на кузове, вырезают эту же часть, варивают, да, соответственно, все красиво, вроде бы, нужно суметь определить, варен он или не варен. Также таблички идентификационного номера, они обычно, как правило, на стойке находятся, их тоже могут переклеивать, соответственно, перебивая на кузове автомобиля. Насколько я помню, по-моему, это самый главный кузов смотреть, да, таблички, они, как бы, дублируют ВИН-код. Да, они так и называются, дублирующие таблички, но... Это вот, либо по стеклам, да, у современных автомобилей? Ну, по стеклам тоже не всегда бывает, потому что лобовое меняет, где-то что-то, да, под сидением это, или в целом, на самом кузове, где-то бывает, на лонжероне, где-то это бывает, на стакане, где-то, соответственно, внутри салона. То есть, это обязательно нужно смотреть, но в идеале, когда все ВИН-номера на всем автомобиле в хорошем состоянии, тогда вопросов и не будет. По разводам что-то еще есть? По разводам, да, еще есть распространенная, поскольку сейчас, опять же, индустрия привоза автомобилей, да, в РФ, к нам в страну, здесь также неправильно растаможенные автомобили. Например, бывают случаи, когда автомобиль был пригнан в нейтральную, скажем так, территорию, там, Киргизии или Белоруссии, из Европы или из Азии, ну, в принципе, неважно, после чего там был растаможен на льготника, так называемого, человека с льготами, гражданина той страны, после этого был продан здесь уже в России, от этого льготника, предположим, и далее, естественно, не уплачен до конца, как один из вариантов, полностью утилизационный сбор, то есть, или не получен документ электронный ПТС и автомобиль. чего-то чем, да, чтобы если выводят, если вот он неправильно растаможен? Автомобиль могут изъять или в целом, то есть, я его покупаю, и мне его могут? Изъять до разбирательства и в целом просто... Либо попасть на деньги. Либо просто, да, попасть на крупную сумму, там, в рамках миллиона рублей даже. Теперь как раз вопрос по ВИН-коду, да? Как пробить автомобиль и на каких сервисах конкретно? Здесь самое простое и бесплатное, по крайней мере, это проверить автомобиль, то есть, ну, нужно запросить, естественно, тот же ВИН-код у продавца, получив его, нужно зайти на сайт ГИБДД, бесплатно эта процедура, проверяется автомобиль на розыск, на наличие ограничений. Это минимальное, что хотя бы нужно понять у автомобиля. Абсолютно любой может? Да, абсолютно любой гражданин может зайти, проверить. Ни регистрации? Ни регистрации, ни знакомств, ничего. Зашел, убил в индивидуационный номер, получил информацию. Какие-то сервисы более подробные? Да, да, вот я как раз хотел продолжить, что сейчас, в принципе, любой автомобильный маркетплейс, он дает возможность проверить автомобиль по своей базе, то есть вот как вариант, как пример Авито, сайт у нас есть. В целом, очень даже подробный отчет формируется, то есть количество собственников автомобиля, какой пробег у него, то есть сама база, которую предоставляет Авито, она сотрудничает с различными сервисами, автосалонами, сервисами по обслуживанию машин, там, где вы проходите и получаете диагностическую карту, то есть это все вносится в базу, при каждом ТО. Получается, фиксируются пробегы, оттуда много было. Да, в том числе, конечно, когда, возможно, раньше когда-то выставлялся этот автомобиль на каких-то информационных порталах, был там же зафиксирован пробег при продаже, то есть там можно, опять же, по пробегу, по количеству собственников, по ДТП проверить. Имена не дают, как понимаю, дает чисто... Имена, номера телефона не дает, да. А сколько стоит это? Дорого пробить? Цена варьируется от 100 до 250 рублей, как правило. Ну, это, в принципе, подъемно все. Ну, тем не менее, если пробить 10 машин... Ну, уже ощутимо. Уже ощутимо. Кроме Авида, что посоветуешь? Или этого достаточно? ГИБДД и Авида? Больше, больше рядовому покупателю он нигде не добудет больше информации. То есть у нас, допустим, как у автоэкспертов, есть закрытые базы, каналы, где мы можем это дополнительно сделать, но это уже как бы в наших, в рамках нашей компетенции. Но для рядового человека больше информации он не добудет про машину. То есть самое, в принципе, распространенное, это развернутое, точнее, это как раз таки вот в Авида. Так, давай тогда ближе перейдем уже именно более таким подробным к действиям. начинающий водитель, мне больше как было интерес от них, вопросы же поступали. В общем, в состоянии подобрать себе сейчас автомобиль, учитывая вот эти вот все подлодные камни, или все-таки посоветовал бы обратиться, найти хотя бы человека, например, лично я, если бы ребят найдите хотя бы человека, если вы не хотите платить за услуги, насколько рискованно для него брать катар-мышки, если он вдруг решит самостоятельно выбирать чисто его красненького понравилось. Сергей, ну тут далеко ходить не будем, буквально недавно был пример, то есть, девушка, начинающий также водитель, с малым опытом, поехала, самостоятельно выбрала машину, потому что ей нужно было очень срочно, она не хотела ждать, не хотела пользоваться услугой, приехала, купила автомобиль, то есть, также Kia Rio, 2012 года автомобиль был выпуска, то есть, почему это знаю, потому что после покупки автомобиля на следующий день она позвонила мне и спросила, до этого она тоже звонила? Да, она тоже звонила, мы консультировали, ну я ее проконсультировал, естественно, дал какие-то рекомендации, как лучше поступить, какой автомобиль, какой автомобиль рассмотреть, она выслушала, она выслушала, я подумаю, грубо говоря, даже, ну не через день, через два или через три дня она звонит мне, после того, как вот мы с ней поговорили, то есть, фактически, это уже на следующий день после покупки, и говорит, Антон, я машину приобрела, но сейчас оказалось, что приехала в автосервис, в автосервисе мне сказали, что у данного автомобиля пробег скручен, уже в автосервисе было обнаружено, она приехала, масло поменяли, грубо говоря, как я и сказал продавец, казалось, что машина из-под такси, то есть, даже теперь продать эту машину за те деньги, за которые она купила, она никак не сможет. А сколько она не сказала? Я не помню точно, не буду вводить в заблуждение, но разница была 1200, ну то есть, от рынка, то есть, данная машина из-под такси, она всегда стоит гораздо дешевле, то есть, ну, такие машины категорически нельзя покупать, мы вообще такое никогда не рекомендуем, то есть, образно говоря, здесь тоже приведу пример, что, допустим, предлагаем мы, и что получает человек, то есть, как минимум, человек не получает такого результата, как я озвучил, поскольку мы берем на себя всю рутинную работу, мы проверяем автомобиль, абсолютно комплексно, и технически, и юридически, и даем на это гарантию, то есть, гарантия у нас всегда есть, стопроцентная юридическая гарантия на машину, на любую. Сколько стоит подобрать автомобиль, как отчисляется цена, общая стоимость услуг автоподбора сейчас как варьируется, в примере, своих ребят, например. Здесь, даже больше не от бюджета, наверное, зависит все-таки от сложности самого подбора, то есть, по запросу. и цены, по которым можно отталкиваться. Ну, это я как пример, говорю, что до 800 тысяч, это 20 тысяч рублей, от 800 до полутора миллионов 25, от полутора, уже там, до трех миллионов, это 30 тысяч, ну, и далее, соответственно, уже, как бы, больше и больше. Но, здесь очень важный момент, сложность самого запроса, и сложность проверки автомобиля. Тут, как бы, решать должен каждый. на основании примеров можно купить машину и, скажем так, попасть на 200 тысяч, но может и повезти при этом. Ну, или, собственно, воспользоваться услугами экспертов, там, 20-30 тысяч рублей стоят эти услуги. А, коли мы заговорили про эту тему, как найти нормального автоподборщика? Может, какие-то есть критерии? Вот, человек захотел, решил, да, что-то я вот очкую сам, что-то я боюсь, буду искать автоподборщика. Объективно, опять же говоря, лично я, ну, наверное, как бы поступил. Я бы посмотрел на рейтинг компании или эксперта, на то, как о нем отзываются, о его работе, проделанной люди. Знакомиться с отзывами, рейтингом компании или, опять же, того же эксперта на различных ресурсах. Вот, и все. В чем заключается сама работа автоподборщика? Вот, к вам человек пришел, что именно вы делаете? Да, алгоритм работы и что входит в эту работу? Ну, начнем с того, что мы помогаем порой определиться, человеку с выбором автомобиля, потому что многие также приходят с запросом, что я хочу коробку автомат, без разницы, какой кузов, без разницы, какой цвет, вот у меня есть столько денег. Мы уже, естественно, проявляем немного инициативу и, скажем так, подбираем, как для себя, да, то есть, чтобы нам, как в ситуации этого заказчика, было бы интересно приобрести. Предлагаем, обсуждаем варианты, после этого анализируем рынок, делаем детализацию объявлений в общедоступных и каких-то закрытых каналах. После этого согласовываем ряд выбранных нами автомобилей с заказчиком. Заказчик уже выбирает, что конкретно ему понравилось и по понравившимся уже вариантам мы связываемся с продавцами, узнаем все, что нас интересует по автомобилю. Как правило, нам говорят, как есть, ну, по большей части, в 90% случаев, потому что понимает, что мы приедем и мы все равно узнаем, что там скрыто, какие нюансы. И, естественно, проверяем по закрытым базам. После чего у нас уже формируется понимание, есть ли ехать вообще, смысл к этому автомобилю. В целом, если он прошел этот этап успешно, дистанционной проверки, разговоры с продавцом, мы согласуем с заказчиком выезд, даем ему обратную связь по каждому автомобилю и едем проверять. Как и говорил, мы проверяем. Вы едете с одни или с заказчиком? Нет, как правило, мы одни едем, потому что, во-первых, заказчик не тратит своего времени, он занимается спокойно своей работой или своими, в общем-то, делами. Мы всю рутину, опять же, берем на себя. Поехали, проверили автомобиль, после чего, если у нас есть понимание, что мы максимально уверены в этом автомобиле, в его состоянии, мы его рекомендуем в покупке и торгуемся уже с продавцом. Если нас что-то смущает с экспертной стороны, не устраивает, мы аргументированно скажем, что конкретно нам не нравится. Потраговавшись с продавцом, уже мы высылаем полностью фотоотчет и даем конкретные комментарии к автомобилю, что с ним сейчас на самом деле, что нужно будет в первое время сделать. То есть, получается, покупая автомобиль, человек уже понимает, ну, не просто, что он там соответствует цена-качество, а он уже понимает, сколько ему там нужно тех же денег, про которые мы говорили, отложены для того, чтобы там, можно же просто того, что сделать. А можно там, я так понимаю, входит, если уже машина хорошая и она вам самим нравится, под критерий заказчика, вы как-то в сервис, через сервис, подъемник, это тоже все проверяется. Да, да, безусловно. И уже, как бы, человек знает, сколько ему нужно денег вложить в эту машину, там, чтобы что-то довезти дома, да? Совершенно верно. То есть, ну, естественно, далее в заключении, скажем так, мы договариваемся на удобное время для заказчика, на удобное время для продавца, составляем самостоятельно договора купли-продажи, то есть, дистанционно приезжаем, уже вместе все встречаемся, показываем плюсы-минусы автомобиля, в законном порядке рассчитываемся с продавцом, после этого консультируем уже заказчика, как машину в ГИБДД. То есть, помимо подбора, еще помогаете со сделкой и сами договором это все делаете? Конечно. А если вдруг, например, человек, все, вот вы закончили, он счастливый, ключи, а он новичок, ехать он не может, или вот перегонка от автомобиля, это вот, услуги, я так понимаю, это подборщик тоже оказывает в регистрации в ГИБДД? Да, ну, во всяком случае говоря, про нас, мы тоже это оказываем, эти услуги, и в помощь в перегоне автомобиля. Всходит стоимость? Нет, это дополнительно уже, да, то есть оплачивается, то есть, и перегон автомобиля, и предположим, если это помощь в постановке автомобиля в ГИБДД, все это уже доп. доп. стоимость, то есть, ну, это все индивидуально обсуждается. Когда смотрите машину, кузов, наличие покрасок, там, приборами, соответственно, тоже все, а то новички многие видят, там, люди ходят, тыкают толщиномером, это, соответственно, все тоже проверяется, да? А вообще, кузов автомобиля, вот как мы проверяем в пять этапов, то есть, мы в любом случае проверяем дефекты кузова, мы проверяем крашеные элементы, в том числе, проверка геометрии кузова на предмет ее нарушения, в том числе, силовая конструкция автомобиля, стойки, проемы, лонжероны, ну и, конечно же, система безопасности этой подушки. Слушай, а есть, там тоже был вопрос, например, прибором можно научиться пользоваться, там, по этим микронам смотреть, да, какие-то признаки есть, что машина битая, я так понимаю, это, наверное, показывать нужно больше, да? Да, показывать это, это вот на примере всегда гораздо лучше, вживую, я думаю, у нас будет возможность такая. Если вам, кстати, интересна эта тема, вы напишите в комментариях, мы, как-нибудь, тоже сделаем подобный ролик, покажем вам примеры, конкретные уже, как, где, на что обратить внимание, потому что я всегда говорю, что можно, конечно, нарисовать, но нужны живые примеры, чтобы вы повторили. Тем не менее, в двух словах, хотя бы, вот, вообще, если, например, бывало такое, ты приехал на фото, и прибора нет, или там батарейка села, но по каким-то признакам ты уже видишь машину, что она там битая, какие признаки, так вот, в двух словах? безусловно, для эксперта прибор, на самом деле, это вторичный инструмент определения вообще, что с машиной. просто подтвердить, да, совершенно верно. Здесь, первое, конечно, если автомобиль чист, это все видно, вот, в рамках того, что, как лежит краска, то есть, различия заводского уровня краски, или, где присутствует шагрень, ссоры, в то же время, зазоры между деталями, в то же время, определить это можно без прибора, по той же силовой конструкции автомобиля, по ремням, по подушкам, и также по оптике автомобиля, да, то есть, это все, естественно, говорит уже. Страшно, если, вот, многие боятся, обитая машина, вот, например, вы ищите машину, и оказывается, там, в базе, ГИБДД, какой-то ДТП, и все, я просто вижу реакцию новичков, когда я, там, каким-то, бывало, в случае помогал, и они прям, все категорически, у них вот это все машина битая, я ее брать не буду, хотя, я же вижу, как автомобилист, тоже, как бы, разбираюсь немного в машинах, что машина живая, хорошая, стоит ли бояться, вот этих ДТП, что прямо она битая, все категорически нельзя, эту машину брать. вообще спокойно к этому отношусь, для лично, для семьи беру, если поддержанные автомобили, то прекрасно понимаю, что в этом ничего страшного нет, но, вопрос, что все-таки там было, да, то есть, если это было, просто, да, где-то в торговом центре тележкой поцарапали, или там, ну, грубо говоря, какие-то, ну, легкие дефекты были, человек обновить решил, да, или даже пускай это может быть какая-то притертость на дороге, просто банальная притертость, да, две детали пришлось покрасить, ну, это не критично, опять же, вопрос в том, что как это сделано, и какими руками, и какими материалами, то есть, это может быть, что-то не критичное, но плохо сделано, и оно просто потом все там, потрескается, развалится, там, шпаклевка отпадет, не знаю. Я в шутку говорю, ребята, ребята, вы не поверите, ну, машины крашенные все, назову, да, это очень хорошо. Один из самых главных вопросов, чуть не забыл, где искать машину, интернет, знакомый, если интернет, то где, или сейчас, авторынки, где именно искать машину? Сейчас все-таки мир, там, да, 21 век, интернет, если говорить конкретно про интернет, есть автомобильные маркетплейсы, как, скажем, называются они, там, тот же Абиту, тот же сайт Автору, также сайт Дром, ну, это самые, скажем, основные. Если, опять же, знакомые, ну, я думаю, тут такой вопрос, на самом деле, спорный. Ну, и, соответственно, если мы говорим про какие-то авторынки, это уже, конечно, и вышло из моды, и, как бы, там выбора фактически нету. То есть, все, в принципе, что сейчас продается, оно продается в интернете, так или иначе. Поэтому, говоря про интернет, вот, собственно, те три портала, которые я озвучил, их вполне достаточно. Так, значит, можно сделать сейчас пока какие выводы, что на рынке сейчас у нас, в делах с этим, с вторичным рынком не очень, машин мало, стоит дорого. Совершенно. Спрос большой, соответственно, много обмана, больше риск попасть на какой-то либо развод, да, купить машину за те деньги, которые она не стоит. Это мы все поняли. Соответственно, исходя из этого всего, но, во всяком случае, я для себя сделаю вывод, я только подтвердил свои мысли, что проще, наверное, либо искать хороших знакомых, кто понимает, в автомобилях, чтобы не взять кота в мешке, либо все-таки, если таких знакомых нет, найти нормального автоподборщика, для того, чтобы и свое время не терять. Каждый должен делать свое дело. Пробег. Он уже важен, пробег, да, и здесь очень многие же обманывают, да, вот как понять реальный пробег, есть способы, как понять реальный пробег, и скручен ли он или нет. Кстати говоря, проверки машины нами, я, по-моему, про это забыл упомянуть, мы это тоже проверяем. Самостоятельно, можно без оборудования, определить косвенно, то есть, точно, да, без оборудования, по косвенным признакам, можно примерно понять, соответствует он этому автомобилю, или нет. Но, дело случая, опять же. образно говоря, если вы смотрите на руль при пробеге 100 тысяч, он должен быть в одном состоянии, еще даже фактически не облезший. Если у автомобиля пробег 150, там уже есть моменты, где он подстерт. Также это можно по рукоятке, коробке передач определить, в том числе, где больше всего взаимодействия происходит, где система климат-контроля, или кондиционера, или мультимедиа, в том числе, да, тыкает аварийка, предположим, громче. А педали? Педали тоже, не дошел просто до этого. Педали стираются, плюс, где подлокотник, с правой, левой, где тоже открывать окна, это все. То есть, какой нужен прибор для того, чтобы выявить, скручен проверка или нет? И сложно ли это самому сделать рядовому таможенничку, не обладая какими-то знаниями? Самому, да, это очень сложно. Даже если говорить про тот же ELM, это, скажем так, 1%, может, 5% вот из всего того, что возможно вытянуть, он вытянет. Потому что, поэтому мы и обучаемся, да, именно проверке автомобиля. Таким прибором невозможно, нет, ELM не увидите. Это, скажем так, как минимум, есть там диагностические скары, сканеры любительские, уже такие, прям плотно любительские, полупрофессиональные, ну, или профессиональное оборудование, дилерское. То есть, при этом, само оборудование, подключить его не вопрос, его подключить, то может каждый, и купить его может каждый. Вопрос в том, что зайти в правильные параметры, в правильные настройки, правильно это для себя расшифровать. Вопрос, из-за разного осмотра, стоит ли, да он же стоит не 5 тысяч рублей, профессиональный прибор. Конечно, конечно. То есть, получается, простым, простой видишкой не проверить, скручиваем пробег или нет, да, либо косвенные признаки мы смотрим, либо уже профессиональное оборудование. Ну, или полупрофессиональное, хотя бы, По поводу пробега, также, естественно, косвенные признаки, это история автомобиля, история его обслуживания и эксплуатации. То есть, да, в базах, как раз таки, которые мы с вами покупаем, смотрим отчеты. Я, кстати, так попадал, когда в объявлении был один автомобиль, я начал помогать ученику его пробивать, и было видно, что на последнем тушке было 147, по-моему, а у него в бюлере стояло около 80 тысяч. Уже факт налицо, то есть, такой автомобиль не стоит покупать. Такое, получается, за 100-200 рублей уже, если такой обман, человек может вечно исключить. Вы можете сэкономить, купив отчет за 200 рублей, сэкономить себе там 100 тысяч рублей, потому что ресурс у автомобиля разный. Еще такой вопрос возник, тоже подписчики задавали, есть какой-то пробег определенный. там 200, если больше 200 тысяч, не надо покупать машину. Есть какой-то такой пробег? Ну, наверное, ресурс, средний ресурс, средний ресурс, я бы, я бы сказал, наверное, не более там 250-300, то есть, если автомобиль рассматривать уже с пробегом свыше 250, с этим двигателем у автомобиля и коробкой передач, что считается самым дорогим и основным, уже должны быть какие-то работы, как правило. Ну, это мы сейчас говорим в целом, наверное, там, отчасти каких-то автомобилей, потому что есть машины, которые и 500 отходят. Понятно, в среднем, 200-250. Пока парт-двигатель тоже вспомнил, всех волнует, масложер ли двигатель, вот можно как-то проверить? Да, есть, опять же, инструменты специальные, то есть, это как минимум эндоскопия двигателя, то есть, совершенно верно, проверяем, как будто у доктора приехали, собственно, для этого автомобиль, конечно, должен остыть, как минимум, там, часа 2-3 не работать, стоять в спящем режиме, после чего это делает или специально обученный человек, или это делается в сервисе. Еще как вариант это проверить компрессию двигателя, то есть, это такие прям основные моменты, которые хотя бы уже дадут понимание, есть ли масложер, как от него уйти, там, в принципе... мы не будем механическим подробностям сдаваться, то есть, вы это все проверяете? Да, безусловно. А проверить новичок без оборудования какие-нибудь бывают признаки? А то, некоторые смотрят ролики там, пальцев трубу, насколько черный палец... Ну, трубу можно замыть, грубо говоря, клапан, крышка, крышка, клапан, крышка. Ну, по масложеру так точно не определить это все, скажем так, кулебинские методы, они вот, ну, постольку, поскольку работают. Все-таки для того, чтобы получить какую-то правду, истину того, какой вопрос мы себе задали, надо туда залезть уже, конкретно. Вопрос по поводу количества балдельцев. Когда заполняешь даже объявление, и это прям очень важно, вот, мое же мнение, это же важное количество владельцев. Сколько владельцев хотя бы плюс-минус, не более чего должны быть? Два, три? Отвечу немного развернуто, что в целом, если мы говорим про автомобиль для новичка, то есть, это бюджет, если мы говорим опять же, до миллиона от шестиста пятидесяти, то здесь, как правило, об одном, о двух владельцев редко когда идет речь, об одном уж тем более. Как правило, это три-четыре собственника. То есть, мы в этих рамках и стараемся. Также ставили себя ориентир один, если нет вариантов, с одним собственником два, три, то есть, до четырех доходя, но не более четырех. Три-четыре, ничего страшного, главное, абсолютно не страшно. Главное, опять же, да, как обслуживали машину и, собственно, как эксплуатировать. Я говорю, я вот только после вот этого, скажем, разговора свои выводы и подтверждаю, что неважно, какая плема на капоте, лишь бы было хорошее техническое состояние и машина соответствоваться на качество. Да, это важно. По поводу запчастей, есть какие-то машины, на которых сейчас прям вообще дефицит запчастей, вот, которые бы ты не советовал брать в какие-то марки? Ведь, купить машину можно, а ведь ее нужно обслужить. Есть вопросы по запчастям к китайцам, по некоторым, опять же. И опять же, если машины более-менее свежие, новые, особенно дорогие, там больше вопросов к запчастям. Или, допустим, автомобиль относительно эксклюзивный, да, то есть, ну, их просто мало в рынке, и там автомобиль Mercedes R-класса, допустим, ну, на них будет мало, естественно, там запчастей, потому что они столь пользуются спросом. Потому что продавцы запчастей исходят из одной простой, как бы, истины. Что пользуются спросом, они то и продают. Пользуются спросом, как и сам автомобиль, все то, что сейчас из поддержанных машин стоит в рынке, в ходовом сегменте, то есть, там, от 650 тысяч, там, 500 до 2-3 миллионов, там, в принципе, почти на все есть запчасти, грубо говоря. Ну, за редким исключением. Поэтому опасаться этого не стоит, но и в любом случае задать этот вопрос эксперту, если вы работаете с экспертом, стоит. И по поводу коробки. Вот мы про двигатель, как бы, говорили, да, коробка, особенно, подписчиков интересует, и всех бы меня интересовала автоматическая коробка. Я смотрю, что же пристали внимание, как ее проверить? Если самостоятельно, как ее проверить надо бы, да, что нужно сделать, какие манипуляции? Коробку проверяют, опять же, при покупке, если самостоятельно, то, в основном, это в процессе тест-драйва. если, конечно, есть щуп и доступ к маслу автомобиля, то, конечно, уже посмотреть масло, чтобы оно было, скажем так, светлое, оно было не грязное, да, не черное, даже и без ссоров, каких-то грязи, ну, и плюс в процессе тест-драйва, то есть коробка, которая уже свое отжила, скажем так, на автомобиле, она будет явно показывать это, то есть она будет пинаться, толкаться, бить. Когда вы включаете, образно говоря, да, с задней скорости на драйв ставите и чувствуете, что как будто ваше сидение кто-то подтолкнул, ну, это признак того, что как бы уже начинаются звонки, такие звоночки, я имею в виду, что скоро коробка нужно будет ремонтировать ее. Ну, и плюс, естественно, не только на месте проверяется машина, мы, допустим, проверяем также в процессе тест-драйва. В любом случае проехать на машине нужно при различных нагрузках его проверить. Как-то понять можно, что коробка ремонтированная. И, например, если человек узнал, что она ремонтированная, и говорит сразу, нет, все, машину, коробку после ремонта ее братья будут. По поводу понять, ремонтирована она или нет. Максимально сложно, если поднять автомобиль, то, скорее всего, как один из вариантов, это, наверное, по герметику определить. Но самому, наверное, это будет тоже свежая герметика, заводской, вообще по цвету или не заводской по цвету. То есть у каждого завод-производителя есть пластины, есть герметики. То есть это все нужно как бы максимально подготовленным тогда быть. Второй вопрос, напомню, пожалуйста. Второй вопрос, стоит ли брать такую машину, у которой произошел ремонт коробки? Лично по мне не стоит. Во-первых, на заводе собирается она в штатном режиме, по регламенту, как это делал в сервисе какой-либо человек, что это за человек? Может быть, он что-то забыл, что-то не так сделано, какими запчастями? То есть твое мнение, что машина коробка после ремонта лучше поискать другую машину. Я соглашусь, я еще, знаешь, заметил за машинами какую вещь. Вот, есть какая-то деталь, вот она, если она с завода, она слушает определенное количество, допустим, шаровой, прослужил 150 тысяч. Вот у меня у Логана была, это я говорю, вот один из примеров, у меня такие было много. Как только ты начинаешь менять эту запчасть, и ты покупаешь оригинальную запчасть, ты не покупаешь аналог, ты не покупаешь какую-то китайскую, ты вроде бы хочешь лучше, она никогда не пройдет 150 тысяч. Никогда. Да? Она пройдет, дай бог, уже 50. То есть у меня создается впечатление, что на заводе вот на этот гарантийный период, чтобы меньше, мне так кажется, чтобы меньше вкладывать людям ремонтировать машину, они ставят максимально качественные запчасти, а потом в продажу дают уже менее качественные запчасти, потому что они уже не на гарантийном сроке будут ломаться, а чем они будут чаще ломаться, тем они будут больше продавать. Вот у меня, если честно, такая ситуация, такое мнение сложилось. Кстати, да, здесь, конечно, просто сам дилер-то он зарабатывает не на продаже, а на обслуживании. Так, по поводу вот еще вопрос и самому интересно. Электрокарты сейчас вообще сталкиваются, нет, просят покупать, и много ли их на рынке в БУшных? В БУшных пока не так много, но сталкиваемся, подбираем, проверяем эти машины. Вот что там проверяется, помимо кузова, да, вот мне на самом деле? Как правило, там же отсутствует коробка передач, там отсутствует уже двигатель внутреннего сгорания, классический двигатель, как у всех остальных машин. Проверяется остаток батареи, то есть, грубо говоря, как там на телефоне, если у вас... Живая, сколько держит заряд? Да, да, совершенно верно. Остаток батареи, ну и что там, по подвеске и по кузову остается проверить автомобиль. В основном, это выглядит так. Мужчин и женщин, после кого массово, может быть, были наблюдения автомобиля в лучшем состоянии. То есть, мне интересно ответ на вопрос, кто аккуратнее относится к машине. Потому что, в процессе иногда, я вижу, хочется сразу сказать, что женщина, вроде бы, она больше следит за порядком, мужчина нет. И я иногда могу сказать обратно, потому что, я достаточу часа занимаюсь на машинах ученика. И видел картину, там, Серега, ну еще поехали, когда человек допивает кофе, кидает вот через задние сиденья, не глянь вообще никуда, и ты так оборачиваешься, смотришь, и там уже... Но были случаи, поэтому мне вот интересно, по твоему мнению, тебе же просят и продать машину не только купить. Да. Вы же видите состояние этой машины, сколько владел человек этой машиной. Сложилось мнение какое-то? Я думаю, что здесь 50 на 50 все-таки, потому что бывают как и мужчин, так и женщины, ну и очень прям классно. Да, и прям и то, и другое, то есть от красного к белому, от черного к белому точнее. Машины, которые утоплены, насколько опасны брать и определить как-то можно, чтобы машина была удобна? По утопленным автомобилям, не только с Японией, потому что, Америка это тоже, там хватает, максимально опасна. Вопрос, опять же, насколько она была утоплена. Если там пробило, ну не знаю, совсем чуть-чуть попало, вот как, грубо говоря, литр, там 5 литров воды в машину, я бы это не сказал, что прям критично. Но, когда машина прям была утоплена, она в любой момент может просто вот, стоя во дворе, взять и вспыхнуть. Потому что, электрика, да, проводка, да, соответственно, она уже стоит нештатная местами, где-то в любом случае она уже менялась, что-то переделала. То есть, ты имеешь в виду, когда восстанавливали эту машину, после того, как она, то есть, она вследствие вспыхивает не из-за того, что она была в воде какое-то время, а из-за того, что ее уже там пытаются чинить, у них какие-то приборы и ставят... Ну, там в любом случае это штатное расписание ремонтных работ, где идет замена какой-то части электроники, электрики, автомобиля. То есть, так или иначе. Запах, наверное, да? Могут выветрить при желании, конечно, но, как правило, запах, сырость полу остается. Поняли. Нежелательно, нельзя. А выявить как-то можно какие-то признаки? Ну, вот я говорю, тут, наверное, все-таки самому это будет сложно, потому что, чтобы выявить этот момент, нужно прям комплексно, опять же, машину проверять и уже в совокупности факторов, в том числе, проверяя там пол, днище автомобиля, делать какие-то выводы. так понимаю, да? По коррозии, в том числе, да. То есть, и опять же, по полу, потому что даже пол бывает неровно устанавливает на автомобиль потолок. И по поводу коррозии, как раз, коли мы заговорили, бывает так, что, бывает коррозия, рыжики пошли, коррозия идет внутри, все видно уже, такие, вспучивается красно. А бывает, на ситуации, когда смотришь машину, вроде бы ничего, вот, а куда-то внутри заглянул, и потом, в следствии, какого-то КГБ, там, все гнилое внутри уже становится. То есть, как можно понять, вот, или внешний вид, смотришь, она вся блестит, значит, она не гнилая, или все-таки нужно куда-то залезть и посмотреть изнутри? В первую очередь, опять же, проверка там, силовой конструкции автомобиля, это стойки, лонжероны, проемы, да, то есть, если в силовой, несущей конструкции автомобиля нету сквозных дыр, хотя бы, это уже хорошо, можно так сказать, ну, как бы, неплохо, пускай там есть какая-то коррозия, в том числе, конечно, это коррозия на ВИН-коде, опять же, на идентификационном номере на кузове, она тоже должна быть ни в коррозии, ни в какой абсолютно, потому что такую машину просто не поставить на учет. Пара вопросов, если человек решил продать автор, то есть, вот, новичок, он поездил какое-то время, он понял, что он хочет машины, он захотел что-то поинтереснее, поновее, с чего начать? Самому продавателю, опять-таки, обратиться лучше, и что посоветуешь? Тут, наверное, больше вопрос индивидуальный, но всегда можно попробовать самому, конечно, при самостоятельной продаже тоже могут быть риски. фотографировать, выставить, а советы какие-то определенные можешь дать? Стоит ли сильно вот прям готовить автомобиль, там, начищать, что-то полировать, что-то, или, может быть, наоборот, это вызовет подозрение какое-то? То есть, человек решил продать машину, да, что ему посоветуешь? Опять же, объективно говорить, достаточно просто помыть комплексный автомобиль, его доступно отфотографировать, чтобы человек, который смотрит фото, мог, как бы, оценить вообще происходящую картину. Двигатель не стоит мыть, потому что должны все-таки быть видны следы эксплуатации автомобиля, если где-то масло выдавливает, или где-то прокладка просачивает, там, да, что-то запотевает, это лучше пусть останется видно. То есть, просто такой подход. Что-то среднее. Да, что-то среднее. Соответственно, продвигатель сказал, при покупке, при осмотре тоже подозрение должен вызвать. То есть, мы лично относим это к, то есть, ненормальному симптому, то есть, он должен быть в естественном своем обличье, то есть, двигатель не моет. кузов моет. Есть свои какие-то прогнозы, сколько будет деться вот эта такая ситуация, долго будет продолжаться, и будет она хуже только или все-таки? Сергей, на самом деле, я думаю, что вот по моим прогнозам это до весны 24-го года. Там уже, ну, опять же, сейчас будет рост, вот буквально в декабре месяце, в январе все абсолютно это, да, рост цен, все увидят абсолютно эту картину, ну, и дефицит автомобиля также. Весной он всегда стационарно происходит, стандартно точнее. то есть весна, осень, это всегда рост цен, то есть сезонность. Да, все это грустно. А вот что будет после весны, это уже посмотрим, как говорится. Не знаю, кто сказал, но мне эта фраза понравилась. Цены не раки, назад не ползаются. Да, вот это точно. В других городов приезжают люди? Если, например, человек стула, резан, ветер, подбираете тоже машину? Это, кстати, достаточно частое явление. Абсолютно множество городов обращаются к нам. Мы подбираем здесь людям автомобиль, они приезжают или забирают самостоятельно, или, собственно, мы помогаем с доставкой его туда. То есть, в других городах можно тоже обращаться. А возможно ли такой вариант, вот был такой вопрос, он чуть не забыл, чтобы человеку не приезжать? То есть, например, человек в Санкт-Петербург, он говорит, звонит, у меня есть миллион, я хочу там мату-тройку, да, все дела, чтобы вы это все купили, подобрали, приняли это возможно, без них. Возможно. Такая возможность есть. Да, безусловно. Друзья, в общем, я надеюсь, мы ответили на основные ваши вопросы, мы можем что-то упустить, могли что-то упустить. Если вам такой формат понравится, то вы также напишите в комментариях, мы с Антоном сделаем еще серию роликов, в дальнейшем, периодически будем это делать, мы можем показать на практике, как осматривать автомобиль уже в действиях, как что открыть, что посмотреть. Понятно, что много вопросов возникает у новичков. Звонок продавцу, что говорить, а где осматривать машину, если я захотел в сервисе, то есть вопросов очень много. Если мы много вопросов не осветили, просто эфирное время тоже не растянешь, вы можете написать, мы можем сделать еще подобный ролик, досветить те вопросы, которые мы, например, не осветили, ну и соответственно сделаем пару роликов фактических. Так, ну, есть пожелания какие-то к подписчикам канала, к новичкам? Да, рад знакомству с вами, дорогие зрители. Сергей, спасибо большое, что пригласил. Всегда приятно участвовать в таких благих делах, рассказывать людям, на самом деле, открывать на что-то глаза, рассказывать. Хотел бы сказать, что осторожно в данное время нужно относиться к покупке автомобиля, собственно, подходить к этому осознанно и учитывать реалии рынка. По мне, так настоящий эксперт в любом случае сопроводит, расскажет, объяснит, что происходит вокруг и как с этим поступить. Если вам понадобится услуга автоподбора под ключ или выездной диагностики автомобиля в Москве, в Московской области, можете смело обращаться, мы максимально постараемся вам помочь. Так, ну что ж, мне осталось, как всегда, вам всем пожелать удачи на дороге и обращайтесь всегда, ребят, когда вам нужна какая-то услуга к нормальным экспертам, потому что каждый должен делать свою работу и свое дело в этой жизни. Так что удачи на дорогах и не покупать себе автокланы. Всем пока-пока. Пока-пока.